Сегодня чебоксарские школьники написали первое обязательное ЕГЭ. В 11 школах города около 2000 выпускников сдавали базовый экзамен по математике. Как был организован процесс и какая помощь общественных наблюдателей понадобилась, выяснила Оксана Замятина. В 24-й чебоксарской школе сегодня многолюдно и волнительно. С документами, с шоколадными плитками и без в ожидании ЕГЭ у крыльца стоят 250 11-ти классников из 2-го лицея и 10-й школы. Солнце светит, это все к счастью, то есть я знаю, что я скорее всего напишу. Мы сегодня все здесь собрались, чтобы отпраздновать этот экзамен, сдать и успокоиться. Спасибо огромное моим учителям, которые готовили меня, терпели. Я вас люблю, я все сдам, я не волнуюсь, потому что это базовая математика, и она несложная. Ну так, есть немного волнения, готовились, конечно, хорошо. Все три года, сейчас 9-го класса, прям все задачи решали, ничего не взяли, там пиликает все, не получится. Взяли воду. Главное это пить воду. Еще несколько лет назад 11-ти классники приходили на выпускные экзамены с родителями, рассказывает педагог Чебоксарского лицея номер 2 Зоя Осипова. То ли в качестве поддержки, то ли в надежде получить подсказку. В этом году таких попыток не было. Дети рассчитываются только на свои силы. Никакой помощи со стороны родителей нет. Они все понимают. Пока педагоги проходят инструктаж и получают диски с заданиями, школьников распределяют по кабинетам. О шпаргалках здесь говорить не принято, да и с такими порядками их никуда и не спрячешь. Все хорошо. Я не беспокоюсь даже. Все хорошо. Даже если четверка, не нужно беспокоиться за экзамен. Даша коротко не взял, да? Не взял. В каждой аудитории, где проходит экзамен, у нас стоят камеры видеонаблюдения, которые просматривают каждый угол. Не только просматривают, слышен весь шорох, о чем говорят, разговоры тоже записываются. Сигнал идет в Москву, однако в самой школе в помощь педагогам и администрации специально обученные волонтеры. Юлия Николаева не первый год работает общественным наблюдателем на госэкзамене и свои задачи знает. Наблюдать за порядком проведения государственного экзамена, следить за нарушениями и в случае чего, наверное, помогать организаторам. Помощь волонтеров организаторам в этот раз понадобилась. Вот явный пример, как обычный монитор перекрыл обзор. Благодаря видеофиксации эту ошибку удалось исправить в самом начале экзамена. На последующих ЕГЭ порядок будет тот же. Ближайший из них, уже профильный по математике, пройдет в эту пятницу. По предварительным данным, в Чебоксарах его решили написать около полутора тысяч учеников. Оксана Замятина, Алексей Янейкин, Михаил Солин. Вести Чебоксары.